На поле центрального стадиона футбольная команда Одинцова и юные спортсмены из Балашихи. Ребята сразились в матче первой лиги первенства Московской области по футболу среди юношеских команд. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с футболистами и узнал о развитии спорта в округе. Когда мы составляем план на год, мы данные мероприятия согласовываем тоже с мельспортом собластным, чтобы у нас некоторые какие-то ключевые мероприятия, моменты, названия зеркалились, чтобы мы потом могли участвовать с ними, и не было нахлёстов, чтобы мы шли тоже в региональной программе. На футбольном поле обе команды показали спортивный характер и запоминающуюся игру. Но одинцовские спортсмены всё-таки одержали победу. Счёт 3-0. Теперь ребята вышли на первую строку турнирной таблицы. Победы у нас молодцы, отлично играли, настоящие профессионалы. Впереди ещё много игр и соревнований. Планируется, что этим летом их участниками и гостями станут более 65 тысяч человек. 7 на 7, 8 на 8, 11 на 11 мы проводим в Старом городке, на Центральном стадионе, улица Солнечная, Центральный стадион. Поскольку мы за пару-тройку лет сильно приросли футбольными инфраструктурой, у нас появился Центральный стадион, Жаворонки, Солнечный, Старый городок, то, безусловно, у нас все стадионы задействованы, и каждый год мы только расширяем количество участников. Одинцовский округ – настоящая территория спорта, отметил Андрей Иванов. Здесь пройдут чемпионат, кубок и первенство муниципалитета по футболу. Кроме того, в этом году в округе появится ещё один спортивный объект – обновлённый стадион «Спартак» в Звенигороде, который станет центром притяжения для жителей города. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok